Каждое лето в Щелковском районе открывается портал во времени. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Душоновские маневры» переносит всех желающих в величайшие эпохи нашего государства. В июле этого года на фестиваль прибыло более 10 тысяч туристов со всей России. Такое масштабное событие не осталось незамеченным. Маневры стали победителями национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Мы очень рады этой победе. Это гордость Щелковского муниципального района. Мы благодарим, безусловно, всех тех, кто 18 лет подряд создавал историю фестиваля «Душоновские маневры». Всего в этом году на премию было номинировано 702 проекта из 68 регионов страны. Душоновский фестиваль уже становился призером в 2015-м, занял почетное третье место. В этот раз организаторы учли несколько замечаний. «В прошлом году мы учли все замечания экспертного сообщества и сделали возможным в этом году посещение фестиваля большему количеству людей из разных уголков не только Московской области, но и Российской Федерации». Также в преддверии фестиваля была запущена мощная информационная кампания в СМИ. Впервые накануне события состоялась пресс-конференция в РИА Новости, что позволило привлечь большой объем участников, более 400 реконструкторов и 50 военно-исторических клубов со всей России. Тематикой фестиваля стали средние века, смутное время, отечественная война 1812 года, Первая мировая гражданская и Великой Отечественной войны. Впервые на фестивале появилась комфортабельная трибуна для просмотра баталий и проката оборудования для желающих остаться с ночевкой. Отдельно в этом году постарались организовать досуг подрастающего поколения. Познавательные лекции по истории, квесты и спектакли прошли в рамках научно-практической конференции. Организаторы рассчитывают, что благодаря премии в 2017 масштаб фестиваля продолжит расти. Нельзя ограничиваться только клубами военно-исторической реконструкции. Нужно как больше привлекать на фестиваль народных промыслов, различных клубов, которые занимаются в различных областях искусства. Так, на фестивале должно появиться больше интерактивных площадок с народными промыслами типа гончарных мастерских или даже кузнец. В 2017 исполняется 205 лет со дня Бородинской битвы, так что основной тематикой станет Отечественная война 1812 года. Также в следующем году планируют продолжить работу над историческим парком Душенова, который будет работать круглый год. Появится у фестиваля и своя сувенирная продукция. Вот такие пряники запечатлели на себе лучший момент душеновских маневров и заняли в рамках конкурса второе место в номинации «Сувенир события». Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».